Ваш муж, насколько я могу судить, служил по военному медицинскому ведомству. А наше учреждение, совершенное, частное, коммерческое, у нас банк. Как не понимать? Ваше первое свидетельство. А что муж мой был, он был? У меня доктор Станинский диетовство есть. Вот оно. Из болты под было диетом. Прекрасно. Я верю вам. Но, повторяю, это к нам не относится. Страшно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Он, ваше православительство, у меня ничего не знает. Заявил одно, а твое дело. Пошла вон. Да, и все тут. Повторяю, святарина. Ваш муж служил по военному медицинскому ведомству. А здесь банк учреждения, частное, коммерческое. Так, так, так. Понимаю, бабушка. И в таком случае, ваше православительство, прикажите, видать мне, как, 15 рублей. Я согласна, не все сразу. Андрей Андреевич, это я никогда доклада не кончу. Сейчас во мне втопнуешь. Да пойти же, что обращаться к нам трудной просьбой. Так же странно. Как подавать правление о разводе, например, в аптеку или в пробную палатку. Вам не доплатят, но мы-то тут при чем? И к тому же, с удовольствием, у нас сегодня люди. Мы знаем заняты. И может сюда выйти кто-нибудь сейчас. Извините. Ваше православительство, пожалейте на меня остроту. Я женщина слабая, беззащитная. Замужилась до смерти. Если же сами судись и замужа, плавачи, и по хозяйству бегает, а тут еще взят без места. Госпожа Чуткина, я... Нет. Извините. Я не могу с вами говорить. У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаетесь. Но время понапрасну теряете. Кузьма Николаевича, объясните вы, пожалуйста, госпожа Чуткина. Что вам угодно? Я женщина слабая, беззащитная. На вид может крепкая, а ежели разобрать. Так, во мне ни одной жилочки. Нет здорово. Ели навыка свою и аппетит расшилась. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия. Я вас спрашиваю, что вам угодно? Прикажите, паркушка. Видят мне 15 рублей и основной ход через месяц. Ну, ведь вам, кажется, было сказано русским языком здесь, в банке. Так, так. Если нужно, я могу медицинское свидетельство представить. У вас на плечах голова или что? Миленький, ведь я закончу, прошу. Мне чужого не нужно. Я вас потом спрашиваю, у вас голова на плечах или что? А деньги как? Ну, черт меня поделить со всеми. Мне некогда с вами разговаривать. Я занят, прошу. А деньги как же? Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что. Что? Ну, ничего, ничего. Своей жене постукай. Я купиемская секретарша. Со мной не очень. Вон отсюда! Ну, ну, не очень. Если ты не уйдешь всю секунду, то я за дворником пошлю. Вон! Ничего, ничего. Не боюсь. Видали мне таких скважин. Даже собак всю свою жизнь не видел противней. Уф, даже в голову ударило. Я тебе еще раз говорю, слышишь? Если ты, старая Кикимора, не уйдешь отсюда, то я тебя в порошок сотру. У меня такой характер, что я могу из тебя на весь век коллегу сделать. Я могу преступление совершить. Собака лает и вредоносит. Не испугалась. Видали мне таких. Видеть ее не могу. Мне дурно. Я не могу. Напустил его полон банк. Не могу я доклада писать. Не могу. Ну? Я не дружжее прошу. Своё позакончу. Ишь странник. В присутствуем месте. В валанках сидит мужик. Инь. Поехали. Инь. Инь. Продолжение следует...